Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. Партнер программы – салон-магазин стильных подарков «Важная персона». Эфир канал РЕН-ТВ продолжает новости Анапы. Регион в студии Ирины Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. И небо было мало, и земли. Нелегальным щитам и билбордам в Анапе места нет. Для таксистов-анапчан в городе создадут преференции. Народный контроль цен. За полтора месяца проверено около 400 магазинов. В сквере боевой славы прошла акция, посвященная Дню памяти воинов, погибших в Чеченской республике. Об этих и других событиях расскажем прямо сейчас. Таксистам-анапчанам создадут лучшие условия для работы. Главное условие – честная работа без нарушений правил дорожного движения и закон о перевозках. О том, как сейчас организованы работы таксистов, лицензированных и нелегальных, в материале Натальи Пухальской. Вызватели-пойматели на глаза и такси в Анапе – секундное дело. В городе зарегистрировано 206 индивидуальных предпринимателей. На самом деле таксистов раза в два-три больше. Отличить правильное такси от нелегального можно, только проверив документы. Сотрудники транспортного управления не имеют права останавливать водителей. Привлекают для совместной работы сотрудников роты ДПС. Говорят, летом из десяти таксистов нарушают трое – чаще и нагороднее. Те, кто приезжает в Анапу бомбить, зарабатывать на пассажирах и отнимать этих же пассажиров у местных таксистов. Не выдержав очередной проверки, один из нарушителей нервно закурил. Грозит солидный штраф за нелегальную деятельность. Вызвали в такси-кортеж. Нет? Ну, как? Они обманывают втроем? Вау, ну почему нет? Ну, как бы у них в телефоне СМС, что от такси-кортеж, что... А что угодно у них? Номер Хуанда 391, в Мердосе. Нет, ничего не в курсе. Вы не таксуетесь? Нет. А кому верить? Их трое, а вы один. А как они у вас? Одинаково верить. И мне, и им. А как они у вас? Просто подвез, под обратину сырую. Я не я, и машина не моя. Водители-нарушители отчего только не отказываются, чтобы избежать штрафов и наказаний. На планерном совещании мэра НАПы Сергей Сергеев поручил руководителям служб поддерживать местных таксистов. Для этого мы просматриваем. У нас кто только не работал. Снимайков, январь, краснодар, и так далее. Все. Лавочка закрывается. Свои преференции. Я жду от вас предложений. То есть смотрим, есть свидетельства. И создаем, я не стесняюсь камер, преимущества нашим таксистам, которые зарегистрированы в качестве документов. Всяк. За исключением пьяных, превышения скорости, выезд на встречную полосу. То есть то, что может повлиять в дорожный транспорт на ГРС-6. За остальные велосипеды, что он без носков там едет, или фуражка у него никакого цвета, не надо поставить. Основное требование к таксистам – автомобили с пройденным техосмотром и правильно оформленные документы, и соблюдение правил дорожного движения и безопасности. Наталья Пухальская, Станислав Фалько. Анапа. Регион. Власти города продолжают активную работу по ликвидации незаконно установленных рекламных щитов. Специалисты управления муниципального контроля снимают нелегальные щиты и билборды, и те, что портят внешний вид центральных улиц города и магистралей. Демонтируют щиты, не отвечающие требованиям безопасности и представляющие угрозу при сильном ветре. Предприятие «Центр развития» продолжает борьбу с пиратскими рекламными конструкциями. Незаконная реклама в виде дорожных щитов висит и приносит кому-то доход. А тем временем ситуация на улицах города и магистралях осложняется, поскольку некоторые рекламные щиты угрожают безопасности движений на дорогах, ограничивая видимость. Группа контролирует содержание наружной рекламы и их техническое состояние. В этот день демонтировали рекламные щиты на двух центральных улицах города – Самбурово и Ленино. Это знаки с указанием места расположения того или иного коммерческого объекта. На рекламу распространителей, устанавливающих щиты и знаки в неположенном месте, предприятие «Центр развития» направляет материалы в Анапский отдел МВД для составления административного протокола. Конструкции демонтируют, а нарушителей наказывают штрафом. Светлана Авилова, Александр Кореневский, Анапа. Регион. Хочешь спрятать – оставь на видном месте. В центре города на улице Астраханской в квартале от улицы Терской до Крымской работает кафе. Хозяева нарушают закон сразу по нескольким пунктам. В центре города на углу улиц Астраханская и Терская открыто и работает кафе в греческом стиле. Вне всяких норм, законов и правил. В кафе, как в Греции, есть все – закуски, напитки и доставка заказов по городу. Без экспертиз и замеров понятно – помещение менее 50 квадратных метров. В тесноте посетителям предлагают закуски и спиртные напитки. Здесь мы будем проводить как минимум проверку, выяснять, имеется ли здесь лицензия. По всем признакам, которые сейчас есть у нас, согласно 171-го федерального закона о регулировании рынка алкогольной продукции на территории Российской Федерации, здесь менее 50 метров, где должно быть 50 в городской черке для торговли алкогольной продукцией, за исключением пива. И как минимум должны быть уголок потребителя, это официальные требования. Летом на прилегающей территории стояли столы и стулья. Стиль европейского кафе слинял с высоким сезоном. Здесь вроде бы не мусорят, но просто столы стояли, они убирали. Дополнительная нагрузка для дворников от цветочного рынка напротив. Просто сметают все, окурки, все, опять на прибордюр. А вы в течение дня здесь контролируете порядок? Цветочницы утверждают, поддерживают порядок. Несколько раз в день подметают вокруг цветочного мини-рынка. Нет, у нас вот тут есть свой мусор, дворник вернее. Он каждое утро вот тут у нас подметает. Я, допустим, туда вообще не жалю. Это что-то, когда мусорка проезжает, они переворачивают и оно все высыпается. Один квартал улицы Астраханской, несколько нарушений. Торговля, благоустройство и внешний вид. Анапа – круглогодичный курорт, а намчанам пора привыкнуть к требованиям властей города. Содержать город в чистоте и поддерживать порядок не от сезона к сезону и без напоминаний. Благоустройство города начинается с малого, с уборки собственного помещения, кафе и пререгающей территории. Наталья Пухальская, Станислав Фалько, Анапа. Это третья по счету массовая проверка магазинов. Народный контроль заглянул даже на отдаленный хутор Чекон. Большинство предпринимателей адекватно реагируют на распоряжение губернатора Кубани Александра Ткачева не завышать торговую наценку на социально значимые продукты. Камнем преткновения остаются пока большинство торговых точек села Витязева. Завышенные цены и ныне там, а в поселке Виноградный, похоже, и вовсе не знают о таком распоряжении губернатора. Рейды народного контроля будут продолжаться. В сквере боевой славы прошла акция, посвященная Дню памяти воинов, погибших в Чеченской республике. Память погибших почтили минуты молчания. Каждый год в этот день в сквере боевой славы на митинг-реквием собираются те, кто принимал участие в локальных войнах, кто несет службу в вооруженных силах в мирное время, молодежь, а также матери и вдовы погибших солдат в республиках Афганистан и Чечни. 11 декабря 1994 года войска Российской армии вошли в Чеченскую республику для наведения конституционного порядка. Лицом к лицу столкнулись наши земляки с коварством и жестокостью врага. Прошли испытания с суровыми лишениями, потери друзей, тяжелыми ранениями. Среди нас присутствуют матери воинов, погибших в Чечне. Я представляю, насколько тяжело вам потерять ребенка. Это очень страшно. Поэтому низким вам подклоном всех нас. Мы всегда готовы поддерживать вас во всех моментах. Спасибо всем тем, кто пришел на этот митинг в проект. Хочется всем пожелать мирного неба над головой, чтобы никогда не была война. Солдатские матери. Они растили детей, провожали в армию, трудились, не покладая рук, и ждали писем от сыновей. Ждали встреч. Но не всем выпала эта великая радость. 25 молодых ханапчанина погибли в той страшной войне. Подвиг ребят – наглядный пример силы и мужества. Они навека останутся в общем строю живых, отметила депутат Совета города-курорта Светлана Хижняк. Наши поколения хотели бы, чтобы ценили ту утрату, которую понесла наша страна, понесла в мирное время. Чтобы молодежь понимала и знала каждого нашего героя в лицо. Чтобы они знали эту историю. Чтобы они умели ценить и уважать тех, кто потерял своих сыновей в этой войне. Вечная память погибших и вечная слава живых. Поколение, опаленное огнем Чеченской войны. Как никто усвоило ее уроки. В неимоверно трудных условиях боевой жизни, вдали от дома, ежечасно, подвергаясь опасности, российские солдаты сохранили верность военной присяге. Ни одно поколение наше не пошло без игры. У меня отец – участник Великой Отечественной войны. Я ветеран для убийства в Афганистане. И получается, наши дети прошли в горнило Чеченской войне. Ничего нет страшнее. На земле война. Низкий вам поклон, матери. За то, что вы действительно воспитали достойных людей. Подвиг их будет бессмертным. Память павших почтили минуты молчания. Памятному знаку воинам, погибшим при исполнении воинского долга в Чеченской республике, венки возложили родители солдат, учащиеся школы «Светоч» имени Антона Доруина, казаки. Цветочные корзины были возложены от общества инвалидов войны в Афганистане и общественной организации «Патриот». В истории страны те, кто отдал жизнь за Отечество, на века останутся героями. Ведь память хранят живые. Светлана Авилова, Алексей Мухортов, Анапа-Регион. И еще одна новость сегодня. Подробности в материале нашей съемочной группы. Заснеженный Пионерский проспект для курорта явление нечастое. Но учитывая, что и зимой здесь жизнь идет своим чередом, а транспортный поток не стихает, в метели гололед Пионерскому нужны особое внимание и уход. Целая бригада муниципального унитарного предприятия объединения курортных услуг выходит ежедневно на его уборку. К снегопаду готовы заранее. Заготовлено 10 камазов, привезли песка, 3 тонны соли. Мешаем. Постоянно машина курсирует по Пионерскому проспекту. До жемчужины доходит, возвращается назад. Многофункциональный ЗИЛ летом поливает и моет. Зимой готов сгребать снег и разбрасывать песчано-солевую смесь. А мусор на проспекте, несмотря на аккуратные урны, все-таки есть. Так что бригада рабочих не сидит без дела. Благо, теперь у них есть новенький УАЗик, в котором перевозят инвентарь. Так что за курортный проспект можно быть спокойными. МОП АКУ не подводит, и перед гостями города нам не будет стыдно. Откуда приехали? Из Татарстана. Из Татарстана? Давно отдыхаете уже? Второй день. Второй день. Уже Анапу успели посмотреть? Ну, только ходим гуляем. Ну, вы, наверное, думали, что у нас солнце светит, и тут вдруг снег, да? Ну, да. Ну, немножко, да. Немножко теплее думали. Ага, ну, расскажите, как вам Анапа показалась? Ну, пока нормально, конечно. Нормально, чистенько, да. Хорошо. А почему пешком транспорт же у нас здесь? А мы хотим гулять. Гулять хотите, да? Да, чисто гулять, свежим воздухом дышать. Действительно, по уютному и чистому Пионерскому проспекту и в самом деле хочется прогуляться, несмотря на снежную метель. Зима этому уютному уголку, судя по всему, не страшна. Порядок его обеспечивают по-хозяйски рачительно. Любовь Евсеева, Станислав Фалько. Специально для Анапа регион. 12 декабря – общероссийский день приема граждан. В рамках акции 12 декабря с 12 до 20 часов в Анапе в 314-м следственном отделе Следственного комитета России пройдет прием граждан России, иностранных граждан и лиц без гражданства. Консультации могут получить юридические лица и военнослужащие. Прием граждан пройдет по адресу город Анапа, улица Трудящихся, дом 2Г. Предварительная запись на прием по телефону 31905. Медиагруппа Анапа готовит подарки к Новому году. Участвуйте в наших проектах «Письмо Деду Морозу» и «Стих на табуретке». В этом году участников ждут новые сюрпризы и подарки в обмен на оригинальное новогоднее поздравление, которое нужно прислать на почту «морозсобака» anaparegion.ru Подробности и условий конкурса смотрите на нашем сайте anaparegion.ru Здравствуй, Дедушка Мороз! Есть у нас к тебе вопрос! Почему один раз в год? Кайловый пластник – новый год! Если есть с тобой вариант, пусть его чуть-чуть продлят! Топа так оттепенет! Много-много славы! Воз! Воз! Все! Участвуй в конкурсе «Стих на табуретке». Придумай новогоднее стихотворение и пришли на почту anaparegion.com Подробности на сайте anaparegion.ru И в завершении выпуска прогноз погоды на завтра. В четверг 12 декабря в Анапе будет малооблачно без осадков. Температура воздуха днем 3-5 мороза, ночью до минус 6 градусов по Цельсию. Ветер северо-восточный 7-10 метров в секунду. Атмосферное давление чуть выше нормы – 764 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды у берегов Анапы – 3 градуса тепла. Далее блок полезной информации от партнеров программы производственного предприятия «Меркурий-2» и салона магазина подарков «Важная персона». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. Партнер программы – салон-магазин стильных подарков «Важная персона». Салон-магазин «Важная персона». Все самое лучшее для самого главного праздника. Невероятный выбор елочных украшений. Сказочные лесные красавицы от лучших дизайнеров Дедушки Мороза. Все для новогоднего настроения и интерьера. И, конечно, лучшие подарки для самых любимых. «Важная персона». Анапа, улица Ленина, 15. С наступающим Новым Годом! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова